а вот мы видели в некоторых машинах возле сиди у камера стоит это что такое но не совсем корректно то горит то есть это 2001 году произошло объединение компании и вы тоже снимаете а кто кого купил электромагнитный клапан который воздух допускает в энергоаккумулятор выпускает а чем он чем он удобнее от обычного ручника скажем здесь получается движок который в принципе выдает 520 да а сложно перепрошить вообще надо это если они они вот сами горшу двигатель один и тот же да то есть просто прошивка разная здрасьте ардем баба баба фамилия половина фортем на это да хорошо это человек который это в прошлый раз на стт хотел нас увезти на своем урале покатать так не покатал урал двухосник жены 4 который нам в отзывах писал что все было классно только с тормозами с правым колесом чуть не порядок не выкрутили механизм вот этот был суппорте а в остальном не выставлялся и вот остальном урал машина зверь короче сразу покупаешь в порядок его приводишь и все дальше ездит как с любой нашей техникой пишут а плюс абсолютно любой довести до ума сейчас нам по моему идет представителя вино даже ладно я скрываюсь алексей нам до добрый день добрый день это алексей представитель компании рено с большим трудом ну да врачи отказывался до последнего я уже 4 день тут от журналистов отбивает принял нас за журналистов расскажет про тягач рено т 13 литровый двигатель 440 лошадиных сил два бака 1220 литров это насколько хватит это намного хватит наверно до владивостока хватит на его расход топлива очень условно единица да то есть много зависит от водителя от условий эксплуатации от того какой груз вывозите с каким прицепом и так далее то есть ну некорректно будет говорить по расходу топлива сестра далисти пробега с таким запасом топлива понятно груженный значит будет 1 1 совершенно верно да все верно так что у нас еще значит средневысокая кабина две спальные полки климат-контроль холодильник то есть все что необходимо водителю для комфортного а вот отца автомобиля комфортно все расскажите сейчас модно на все эти системы свежения там за да у нас стоит система оптифлит а вы имеете ввиду для водителя нет на именно на этой комплектации этого нет у нас есть машина флагманская где как раз а вот мы видели в некоторых машинах вот здесь видеокамера стоит это что такое вообще я предполагаю что эта система которая слеживает водителя насколько он устал и если перестает подавать какие-то признаки жизни машину вырубают машину как правило это как-то тряска начинается чтобы водителя привести в чувство либо или она на автопилоте в парк возвращается да 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 глохнет алексей а вот здесь иногда камера стоит это только раз которая за дорогой зайдет раз датчик контроля движение по полосам и активный круиз-контроль на дверь открыть да а вон и двое вообще супер но не совсем коррект это горит то есть это 2001 году произошло объединение компаний и вы тоже снимаете а кто кого купил 2001 году volvo приобрела концерн рено в то время да мы было отсоединено легковое подразделение volvo вот и приобретен концерт грузовой ну соответственно раз приобрели было бы глупо не использовать узлы агрегаты какие-то дарина совершенно время многие вещи скажем так унифицированы для просто эксплуатации ну да и удешевление и ремонтопригодности проще вот интересный дизайн у рено немножко отличается от всех остальных машин пусть у него такой сохранился угловатый немножко дизайн французский французский полагаем от citroen а еще пошло до . не могу сказать по поводу citroen а но я думаю что да чем-то отличается машина всех с точки зрения функционала и удобства водители как правило все водители которые начали эксплуатировать довольны экономикой качество материалов диваном скажем так вот тут смотрю небольшой туннель есть до полдать это началось это 20 сантиметров высота туннеля высота от туннеля до потолка 185 сантиметров плюс ну небольшой еще выемка под люк скажем тогда вполне комфортно при росте даже 185 головой не достаете до потолка вот соседней машине в красном усиле там этого туннеля не дождаться до 205 там выше получается 200 улечу этот это мы когда пускаем полку натягиваем ну тут не совсем так наверно чтобы вещи не выпадали потому что водители как правило закидывают на верхнюю полку свои вещи вот и во время торможения вещи выпадают просто вода вперед да да к лобовому стеклу чтобы этого не было как раз только защитный очень удобно а в немного привыкнуть несколько литров он получает ним пальцем здесь по 24 лет ну для одного человека очень удобный обзор если вы посмотрите большие зеркала заднего вида но тем не менее сделаны специальные скажем так отверстие того чтобы не было мертвых зала а смысле отверстие сделано где пройдите между зеркалом и углом также вы видите спокойно впереди расстояние предметов ой это объясню так вот делается чтоб не было не светило в тот угол как раз вот эти вот вещи закрывают а это когда встречу солнца надо а это донизу это все да но этого достаточно чтобы не светило то есть ниже солнце уже не может светить обратно обратно вот там есть крючочек а вот да 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 будет улетать ну на самом деле когда вы будете эксплуатировать эту машину вы все живые мы тут все хорошо в любом случае как правило удерживаете на флагманском автомобиле это все уже автоматически свои кнопки делать это вот на точке до электрические опускания и поднимания у них разница что-то в цене тысяч сколько 600 чуть больше уже порядка десяти тысяч евро за 700 с чем-то до ручник да это автоматически снимается ручник при включении первой перед драйва и нажатия на педаль газа он автоматически снимается оставит ставится не автоматически я предвкушал вопрос то есть надо потянуть или от себя нажать от себя это вы снимаете на себя ставите на себя снимаете вот себя то есть там электромагнитный клапан который воздух допускает в энергоаккумулятор выпускает а чем он удобнее от обычного ручника скажем так но вы не забудете скажем так снять его то есть он в любом случае снимется а вон че точно то есть можно забыть и поехать на тормозах и колодки там задымят а этот не все это что-то это климатическая установка климатическая установка климат-контроль а где магнитола вот это да магнитола с usb и с блютусом 1 а вот это чё под наушники да можно в наушничках также токограф либо это будет из козы и токограф либо есть а вот это сейчас чисто европейский токограф есть верно стоит а вот у нас то по законам разве в россии это другое можно эксплуатировать вот этот можно там у нас какой-то с козы и с каким-то с козы и до токографа российские тема крипто защиты чего-то данных каких-то я думаю что вам стоит консультироваться по поводу тонкости токографа у специалистов которые токограф закрывается ящик для то есть можно документы получается двигатель сейчас который здесь ставится сколько он 13-литровый 449 лошадиных 449 а на той машине помню 500 здесь также 13 литровый 520 там а ну то есть движок один и тот железо одно и то же прошивки разная церковь верно а как он называется это двигатель диксай 13 диксай 13 13 литров а ну поскольку сейчас своего получается один концерн он где-то там используется тоже на машина такой же двигатель по сути стоит на наших у наших коллег то есть а тогда дальше по двигателю поняли разъяснили а потом ну по коробке трансмиссия опти драйв аналогично и shift у наших коллег то есть там тоже вы понял все огромное спасибо мы сейчас вашему коллеги передаем она про совок расскажет про тот красивый черный где мы сможем вас посмотреть а я не секрет константин про в ю тубе а чё побери чуть не ушел давай клиенты из окангельска спасли обдув такой же как во всех рынок ну да как у нас сейчас на ларгусе на ларгусе до сандеры а вы вы с камазы смотрю шпионите да или нет я просто посетили а ну да у нас у всех уже лямки таком а не просто как раз будущем планирую стать как раз машин купить вот просто максим а почему вот рено ну вот вы как потенциальный покупатель получается этой машиной вы сейчас только что сказали что рассматриваете вариант приобретения да да я смотрю все как раз именно от рено довольно давно смотрел обзора мне понравилось во первых дизайн очень классно вышел больше похож да он конечно больше похож на volvo но все-таки у них есть отличие во первых сама оптика она отличается оптика наружной имеется ввиду да наружная оптика довольно интересно кроме внешнего вида она светит по-другому лучше или данная сеть лучше по-другому и довольно интереснее забавнее вот вторых как бы получать за менее за меньше деньги получать то же самого вольво покупаешь вольво да она сколько разница я думаю где-то приблизительно полтора-два лимона где-то так но вот это 5 800 машина стоит это на рамы там она в районе семерки семерки я спрашиваю районе семерки это даже с двигателем 460 лошадиных сил здесь получается движок который в принципе выдает 520 до а сложно перепрошить вообще надо это если они они вот сами горшу двигатель один и тот же да то есть просто прошивка разная конечно можно перепрошить но я думаю лучше не надо в принципе и того то что здесь есть давным-давно более хватает и вторых тем будет чем больше лошадей им потреблять им больше будет и естественно расход топлива и ресурс наверно меньше это сейчас данный момент такое уже более важное стало ну а вот сколько у него ресурс вообще изучали ведь наверняка пока еще толком не успел но они миллион и все ли они больше бегают не они все миллионник от скоро выйдет миллионники да да вот насколько даже помню лес и не пройти не замету рено даже есть необычную ключ сжигания у них даже леса есть ключ карта в некоторых комплектациях он тоже на довольно интересная фишка на то в первую очередь не ошибаюсь появился еще в марседесе actors вот у них первыми насколько он появился ключ карты и насколько также знаю идет уже некоторых моделях и вы но максима что это дает ну вот именно ключ карты ну во первых это как-то удобнее то есть во-первых эта кнопка star-stop то есть вы проставляете она иметь расставляется просто вставлять уже просто карту и заводить уже автомобиль то есть нажимаете кнопку star-stop завод появляется диагностика и после этого запускается уже естественно тогда может быть вообще без ключевой доступ еще лучше карта лежит в кармане никуда рисовать не надо такое тоже как она есть тоже в этой но в этой капитации нет конечно вообще вообще в рено есть по крайней в европе такие машины ездят получается этот автомобиль он существенно дешевле более как бы именитого бренда дорогого volvo получается но по сути просто маша брат volvo лесу что говорить и по сервису наверно подешевле будет да норма час дешевле стоит может быть и расходники да на рено будут конечно расходники свои дешевле чем конечно волю потому что такие вот как считается флагман а у вас сейчас уже есть к эта машина работаете на перевозку сейчас еще пока нет я вообще планирую как бы сначала взят но потом все-таки решено сначала думал да потому что да в тоже довольно плохие автомобили особенно до 105 и от который последний вышли европе довольно интересно тоже автомобиль но есть все таки часто ездим на рено есть это ну вообще и нас все таки рено возьму пойдем дальше типа эксплуатируем расскажешь нам продать нападёмся что я не брать почему бы нет